Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, как перебороть себя, пишите вы, и не возвращаться в прошлое, в то, что давно отжило, утратило значение и не имеет больше перспектив, как достойно завершить определенный жизненный этап. Во мне как будто живет надежда, надежда, которая убивает мое будущее и тормозит, а что если то, то то, хотя испытания на этой дороге пройдены, уроки все вынесены, больше возьмать нечего совершенно, но есть надежда, глупая надежда. Понимаю, надо поблагодарить за этот жизненный этап, чтобы был, там, слыши и отпустить, но как? Ну, во-первых, здесь есть ряд моментов, коли есть надежда, то есть попременность. Надежда, может быть и некой когнитивной иллюзии, которую вы сами для себя не разрешили. С другой стороны, если человек не прожил в полной мере некоторый этап в своей жизни, вот, то так или иначе остается незавершенность гешталта. Да, то есть гешталт в данном случае это некий этап, некое событие, некое такое вот цельное образование в жизни человека, человека, который необходимо прожить до конца. Но в данном случае вы этого не сделали, соответственно, не прожили, соответственно, отпустить не можете. При этом данный этап можно и нужно проживать неоднократно, возможно. То есть столько, сколько нужно. В данном случае вы от себя явно требуете, как бы, ну, уже прожить. И, может быть, именно за счет того, что вы от себя требуете это прожить, у вас и не получается это сделать. Следующий момент. Это то, что в каком-то месте вашей психологической реальности возникает противоречие приоритетов. Давайте вот назовем это так. Что значит противоречие приоритетов? Это значит следующее. Что для нас важнее, важнее. Находиться в прошлом или, надеяться на что-то, в прошлом, чем, допустим, идти в будущее, идти вперед. И это вопрос того, чего вы хотите. Вопрос нотивации. Если прошлое является таким же надстроечным или надстроенным для вас, что и, если будущее, точнее, простите, если будущее является для вас таким же надстроенным, как и прошлое, то нет ничего удивительного в том, что вы не особо-то хотите идти в будущее, потому что будущее неопределенно, вы не знаете, не чувствуете его, да, не чувствуете его прямо здесь и сейчас, к этому нужно стремиться. Очень многие люди, они организуют, что называется, свой жизненный путь, как они его организуют. Они организуют его так, что вот сейчас мне, условно говоря, нужно будет потерпеть, а потом мне будет хорошо. Вот. Это такое вот уже довольно, ну, классическое такое, классическое такое, я даже не знаю, как это назвать, это классическая такая стратегия, которая, ну, на мой взгляд, как бы себя не то, чтобы прямо вот оправдывать. Потому что, если нужно терпеть, да, то как бы, ну, все равно придется откладывать, вот, определенные свои, там, желания, определенные свои потребности, вот это все придется откладывать. А откладывать, как бы, ну, хочется или не хочется, в общем и целом далеко не всегда, вот. Далеко не всегда, знаете ли, хочется это делать, вот. Поэтому, на мой взгляд, нет ничего удивительного в том, что вы как-то вот видите для себя какое-то препочтение в, ну, ну, вот, в прошлом. Да, в прошлом. Не в будущем, а в прошлом. Потому что, да, в прошлом, вот, оно, ну, как-то вот понятно, вот. Вот и получается, такая вот история, такой, получается, в общем и целом, конфликт, вот, конфликт, когда вам, в общем-то, не живется в прошлом, потому что вы, как бы, ну, вот, чувствуете, да, что это все, как бы, ну, закончилось уже. Вот. Вам не живется в прошлом. И не живется в будущем, потому что не совсем, как бы, вот, понятно, чего вы, например, хотите. Вот. А, может быть, и понятно, чего вы хотите, но вот вы так все, как бы, организовали, да, что нужно терпеть. Вот. А терпеть, ну, в принципе, как бы, не всегда хорошо и не всегда, вот, понятно, как бы, для чего, зачем и так далее. Вот. То есть здесь, ну, в общем и целом, да, вот она такая вот история. В общем, и я думаю, что вам необходимо как минимум помощь, значит, психолога, потому что, ну, если бы вы могли, допустим, сами это сделать, то вы бы уже давным-давно сделали. Ну, вот. Дальше, следующий момент, который вас, вот, ну, что называется, может ограничивать, да, это требование, это требование к себе, допустим, завершить достойно. То есть, как бы, ну, здесь вопрос, который, ну, возникает сразу, это что такое достойно? То есть, вот, ну, просто, что значит достойно? Вот, кто определяет, собственно, что достойно, а что нет? Кто определяет, как достойно, а как нет? Понимаете? Вот. такой аспект, он, ну, во многом, во многом, я бы сказал, во многом. Этот аспект, он оценочный. Вот. Потому что люди просто завершают какие-то этапы в своей жизни, и все. Вот. Не особо их волнует и совершенно справедливо, их не особо волнует, достойно или нет. Вот. вы же хотите именно достойно это сделать. А значит, это уже идет определенная, ну, определенный контроль, как бы, сознания. А чувства ваше они, например, хотят там, ну, чего-то, чего-то, чего-то другого. Вот. Ваши, ваши потребности, например, они могут быть другими, не связаными с тем, допустим, опять же, что достойно, а что нет. Вот. Понимаете, да? Какая история, какая штука здесь. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что вам нужно обязательно в этом направлении также поработать и обязательно в этом направлении также преследовать. А действительно ли вы хотите завершить это? В смысле, вам не просто нужно завершить, а вам нужно завершить именно достойно. А это уже похоже на ограничивающую установку, которую несколько целей смещают. Да? То есть, как бы, ну, просто вот смещают в реальности, в перспективе, да, вот смещают цели. Вот. Ну, в несколько, вот, в другом направлении совсем не в том, в каком хочется вам. Получается конфликт, получается противоречие, вот, получается застревание, вот, ну, как бы за счет вот взаима таких исключающих аспектов. И вы в итоге находитесь в подвешенном таком состоянии. Вот. Что, конечно, вам не добавляет какого-то спокойствия, вот, что, конечно, вам не добавляет какого-то, вот, комфорта, какой-то уверенности в себе и прочее, 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 прочее. Вот. Поэтому я могу только надеяться в данном случае на то, что вы решите все-таки обратиться к психологу, да, и начать, как бы, вот, работать с той вот... проблематикой, которую я в общем и целом написал, вот. То есть это и проживание, то есть, как бы, ну, эмоциональное завершение, вот, полно тех эпизодов, вот, ну, вашей жизни, которые, вот, у вас происходили, и как, эм... эм... как следствие, как результат, вот, получения, опять же, эм... ну, какого-то опыта, эм... которого у вас, эм... вот, ну, возможно, не было, вот, или, возможно, вы его, как бы, ну, эм... эм... ну, до сих пор избегаете, эм... 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 до сих пор избегаете, вот, то есть не полностью что-то принимаете, вот, эм... во-вторых, это эм... эм... определение вашей надежды, то есть, ну, эм... вот, эм... чего хотите, и... эм... и так далее, вот, это тоже, эм... весьма, эм... весьма важный момент, потому что, эм... эм... без этого вы не сможете организ... эм... эм... ну, как бы, вот, в полной мере организовать, эм... свое настоящее... вот, если нет ничего плохого в том, что вы надеетесь, если эта надежда, ну, она, вот, эм... конструктивна, да, и если... эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, там, условно говоря, добиваться, так скажем, добиваться того, что вам нужно, вот, то есть это очень важный аспект, на который, вот, хочется обратить ваше внимание. При высоком уровне восприимчивости, ну, вашей, при высоком уровне вашей восприимчивости психотерапии, вот, я думаю, что сложности с завершением не возникнет, вот. Если, конечно, сопротивление какое-то будет, если выгода у вас есть, вот, ну, какая-то, да, вторичная выгода, вот, которую вы, ну, может быть, не осознаете, так скажем. Вот, все это, так же можно раскрыть, все это так же можно увидеть, вот, и, соответственно, проблематика эта, в общем, ну, в общем и целом тоже решается, вот. Да, конечно, несколько сложнее, вот, безусловно, потому что тут вы можете, конечно, сопротивляться, вот, но, повторюсь, при достаточном уровне кооперации с психологом, да, это, в принципе, ну, решаемая история и никаких таких фатальных сложностей это не вызывает, вот. Такая вот история, надеюсь, что вам это было полезно и интересно, вот, надеюсь, вам будет, надеюсь, вам это было интересно, вот, то, что я вам рассказал, вот, то, ну, какую вот обратную связь в данном случае я вам предложил, вот, надеюсь, вам это будет, вам это было достаточно важно, вот, потому что, ну, тут вот прямой путь к решению ваших проблем, вот, но если вам действительно, что называется, важно ваше будущее, да, если вам важно, если вам важно ваше будущее, то вы в короткие сроки обратитесь к психологу за помощью и начнете решать свои проблемы, вот, то есть начнете психотерапию, вот, ну, как бы, в данном случае, это, так работает, ну, на мой, на мой взгляд, да, вот, скромно, это работает, вот, таким образом, вот. Я надеюсь на вашу обратную связь, потому что обратная связь позволит вам сделать первые шаги в, ну, в решении, ну, в решении ваших проблем, так скажем, вот, я надеюсь, что вы, как бы, не будете затягивать, вот, и обратная связь вам будет, ну, весьма, весьма полезна, вот, обращайтесь за помощью, обращайтесь за помощью к специалистам, вот, удачи вам, всего самого доброго, вот, все у вас будет хорошо.